В Твери стартовал фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья, преодоления. Он объединил на своей площадке десятки тверичан из разных округов Тверской области. Репортаж с места событий. Этот номер называется «Царевна-лебедь». Ксения занимается спортивными танцами на коляске пятый год. И это ее любимый номер. Она единственная в Верхневолжье, кто представляет наш регион на всероссийских соревнованиях и чемпионатах в этом виде спорта. Девочка – двукратный бронзовый призер чемпионата России, двукратный серебряный призер Кубка Москвы. Ксюша – яркий пример того, что все желания могут и должны сбываться, но важно – стремление. Решила заниматься танцами, потому что я посмотрела, как танцуют профессионалы. И решила тоже заняться этим. «Преодоление» – именно так назвали первый фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья. На своей площадке он объединил талантливых и ярких личностей, которые имеют ограничения по здоровью, но хотят и могут рассказать о своем таланте другим. Идея пришла у нас совместно с благотворительным фондом Мариной Леонович. Решили, что надо сделать такое хорошее мероприятие для ребят, чтобы они пообщались, встретились, зарядились позитивом. Мы даем такой старт. Этот фестиваль будет ежегодным. Участники у нас с Осташкова, с Оржева, с Вышнего Волочка и с Твери. Такие проекты очень объединяют людей. Многие люди очень хотят быть социализированными, чтобы люди не стеснялись, приходили на эти площадки, предлагали свои какие-то творческие выставки, мастер-классы, не боялись ничего, а мы им поможем. Фестиваль собрал участников разных возрастов и разных сверхдеятельностей. Например, Екатерина 7 лет занимается визажем, прошла специальные курсы и теперь делает девушек еще красивее и привлекательнее. Для нее это и хобби, и работа. На мероприятии девушка провела мастер-класс для всех желающих. В своем городе, Оржеве, я на протяжении 7 лет работаю визажистом. Я нашла для себя любимое дело и работу. Поздравила с открытием фестиваля собравшихся сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская. Много талантливых людей в России, но есть люди, которые, может быть, попали в аварию. Может быть, в силу каких-то обстоятельств не имеют возможности показать свои таланты так, как это могли бы они сделать. И вот сегодня впервые такой фестиваль преодоления, именно преодоление себя, именно возможность подарить свой талант людям. Вот таким людям хочется дать дорогу, чтобы каждый человек в нашем обществе был действительно востребован и знал, что он интересен и любим обществу. Фестиваль преодоления стал свидетельством того, что талант каждого человека не ограничен. Продолжение следует...